Всем привет, привет YouTube. Солнечная Италия на проводе. Подожди, подожди. Так возьми стул. Раз, два, три. Всем привет, привет YouTube. Солнечная Италия на проводе. Сашу не видно. У нас сегодня воскресенье. Очень, очень, очень классная джурната, да вообще? Классная джурната. Нет, нормально, теплышко. Я, кстати, это самое, все настирываю, настирываю. У нас уже три джурни, да? Вот, Карлос оставался с детками, да? Все ремасты панбомбили, панасы на Датэн Украина. Снадобрависсимо. Каза пулита. Я первый номер. Все, что делать, лавка, кухня, стирать. Да, и гладил, и мыл. Правда так замыл, что эта машинка не вынул, не обратил внимание, что было в кармашках у детей. И попала цепочка, колана, где-то, она entrала в фильтр. И машинка остановилась, и мне, ну, и, конечно, набрала много вещей, и вот эти дни все стирала. Обс, переключаемся. Все за столом, Лина. Клеос. Чао. Как тебя плохо видно. Эй, Карлутра. Эй, каааа. Ла паста. Сколько я не ела пасту. Когда я пригласил его в Украину, он приедет и приготовит пасту, говорит, как мастер-шеф. Мы сейчас разговаривали. Мистер Роса, не можем говорить. Давай, 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 давай. Мы это самое, только разговаривали о мастер-шефе, об итальянском, что у нас одна женщина, одна подружка, ну, не подружка, а знакомая, хочет принять участие в мастер-шефе. И вот мы сейчас как раз об этом разговаривали. Так, еще повышение. Сашка и уже с вами поздоровалась. София попозже, только вышла с души. Сегодня идет на день рождения. И мы переключимся после того, как поедим, потому что гамма, естественно, мы в Италии, наконец-то. Естественно, здесь все шумно, гаммано и очень эмоционально. Мы переключимся. Переключаемся. Я сегодня, да, в таком неожиданном месте, но, тем не менее, у меня перегорела лапочка. Там невозможно снимать стоя, хотя там было более всего удобно. Пришлось сегодня просесть и закрывать ставни, потому что очень-очень-очень солнечная Италия. Я со своим Симоном хочу начать видео с него, с моим мальчиком, красивым, моим мороженым. Я его люблю, я его люблю. У нас обалденно красивый кот. Я уже несколько раз его, ах, подожди, несколько раз его показывала. Вообще просто кошара, вообще просто суперский. Обожаю персидских котов, особенно классических, вот такие как он. Красивый мальчик, секуняра такой. Секуняра. Хотела начать с него, потому что я пропадала на Ютубе месяц, естественно, все хотят услышать, что и как. Оно просто получилось все одно за одним. Так, чтобы попытаться не прыгать с темы на тему. А все получается один за одним. У нас как-то с 30 января вообще начались проблемы. Начался Новый год. Я его уже просто ненавижу, хочу, чтобы он поскорее закончился. Потому что, наверное, как-то мы все время думаем, что во всем виноват этот год. Вот год такой плохой, да. А на самом деле как-то так все закрутилось с 30 января. Как раз это у Карлоса было день рождения. И никуда мы не пошли, мы сидели дома. И праздник влюбленных мы тоже просидели дома, мы никуда не пошли. То есть не было больше никаких таких праздников, потому что началась вообще просто-просто такая, знаете, немоверная трясина. У нас начались проблемы один за одним. Одна за одной. Первая самая такая вот проблема глобальная. Это наш был кот, который я сейчас показывала, Симона. У него как-то началась проблема с мочевым пузырем. Им позвонили сразу ветеринару, сказали, что кот надулся, прям видно, что ему... Ну, сказать плохо, я говорю плохо, потому что ты понимаешь, что ему плохо физически. Когда пришел врач, она говорит, боже, в этом состоянии коты вообще не едят, не ходят в туалет, не мурлыкают, не идут на руки к хозяину. Она говорит, я в шоке от вашего кота, что ваш кот, вот так вот он, ну, типа проявляет свою болезнь, что как бы вроде болеет, но на самом деле ему все хорошо, и как бы он не сдается в куличку. Вот, началась проблема с ним. В общем, сначала мы лечили его таблетками, я показывала видео, тогда я еще пробовала снимать. Потом мы показали, что к нам ходил ветеринар домой, колонна муколы. В итоге я постоянно в этот период ветеринару говорила, что типа давайте мы его прооперируем, то есть если у него песок в этом, как там, в мочевике, давайте его прооперируем. И как бы все на этом дело, потому что получается, во-первых, прооперировал, как-то коту легче, во-первых, на котах все заживает вообще, да. Вот, и нам как бы получается дешевле, потому что заплатил за одну операцию, и все, а так ты платишь за таблетки, за каждый визит доктора, за каждый укол, это еще по субботам по воскресеньям. В общем, доктор мне говорил, что типа так не надо, так не надо, в общем, все, лечим, 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 может как бы и вылечим, да, не залечим, а вылечим. Вот, и мы шли, значит, вперед потом с уколами ежедневными. Да, она приходила домой, постоянно давила ему на живот, там поднимала хвост, и как бы он при помощи ей как-то еще там выпускал что-то там, как-то он. Вот, закончилось тем, что когда мы закончили делать укол, я прям вздохнула с такой, знаете, я очень сильно переживала в этот период, мне было просто не до видео. В тот бы, наверное, момент я бы начала плакаться, я бы начала жаловаться, и потом как раз у меня была проблема со спиной, помните наше последнее видео в гостях у Макса и Джады? Меня хорошо, так знаете, клеммануло спину, и многие из вас поставили правильный диагноз, девочки, там написали, что это что-то с нервным окончанием. Вот, и кто-то написал, давайте в грелке, я вот прям как написали, я прям грелками себя как-то обложила, несколько дней еще крема, вот, и как бы все нормально выздоровела. Потом этот вот кот, в общем, как-то снимать не хотелось, настроения не было вообще просто. Потом, значит, как-то заканчиваем колоть уколы коту, и я такая, о, все, классно, коту классно, как бы я вижу, что он ходит в туалет, то есть, как бы я вижу это. У нас еще получается, что у нас песок силиконовый, да, ну, кто смотрит видео давно. Но, кстати, новенький всем привет, кто подписался с Таленьким, спасибо, что остаетесь. Трендычуешь, хочу быстрее. Смотрю, что на батарее, что-то с камерой, у меня постоянные проблемы. Вот, и так получается, что как бы я так вздохнула, у меня песок получается силиконовый, то есть, на нем не очень видно количество мочи, то есть, ты не видишь, сколько количества самих урин, да, то есть, ты уже видишь там, что там что-то желтенькое есть, а сколько вот по количеству, там незаметно, другой песок. И я так вздохнула легко, думаю, ну, все, там уже прошло, там, две недели, там, три, мы его эти три недели лечим, думаю, все, он выздоровел. И тут через два дня его опять распирает, опять ему плохо, и тут уже, конечно, она говорит, что все, типа, будем оперировать, потому что, ну, действительно, коту, опять же, говорю, по нему не было видно, что ему плохо. Он ел, он ходил, он к тебе ходил на руки, залазил, причем так еще, что он когда к тебе залазит, в тот момент, когда ты его гладишь, он, видно, расслабляется, он прямо на тебя опорошался. Но я вот, я имею в виду, ты сидишь вот на коленях, он у тебя на коленях, у меня постоянно, да, еще было прохладно, одеяло лежало, ты вот как-то укутаешься, сел в свое коронное кресло, как царица, смотрите, первый канал, в данном случае Малахова, я люблю. Вот, и он, как бы, запрыгивает, его гладишь, он, видно, в этот момент расслабляется, и вот, как бы, опорожнялся, вот. И она все-все-все оперирует, забирает котам, короче, нашего, ему, а нет, еще до того, как его прооперировали, ему просто, его завезли в больницу, ему сделали анализ, было видно, что там песок, мы поменяли корм, и в этот, там, специальный корм для вот котов с проблемой, ну, мочевика, да, и ему поставили катетер, поставили катетер, который он снял, по-моему, сам через два дня. В итоге через два дня ему стало хуже, его прооперировали, вообще раскрыли, почистили, все там, животик выбрали, разрезали, все почистили, зашили, все аккуратненько, красивенько, привезли нам его домой, одели вот эту вот штуку, да, которая одевает им на шею, чтобы там кот не чесал, там, не, в данном случае не лизал себя, да, в таких местах, в которых, как бы, ему в данный момент не надо, чтобы там все зажило. Что вы думаете, мой кот через два дня после операции, а этот катетер должен стоять, чем больше, тем лучше, допустим, там, 4-5 дней надо выдержать, и вот он снимает сам этот катетер, который не просто там его вставляет, его там еще как-то подшивают, я так поняла, он его сам снял. Естественно, это усложнило задачу, в том плане, что стоял бы он больше, с этим катетером выходило бы больше песка. Естественно, животик ему зашили, так ниточку оставили, узелок, красивый бантик завязали. Что вы думаете, у меня кот, я как раз получалось, я точно помню, что это был понедельник, когда приходила врачиха, меня не было дома, была дома, а не, я была дома, она его посмотрела, все нормально. А вот во вторник, там, какого-то числа, какого-то месяца, меня не было дома, и я знала, что придет ветеринар, и говорю, София, смотри, придет врач, спроси, пусть посмотрит у него живот. София забыла сказать, потом уже на следующий день, уже там, я точно помню, была среда, она приходит, Я говорю, а как там наш животик вообще, как там наш шов? Она переворачивает, там нет нитки. То есть вот эта вот штука, которая у него стояла, он с ней снял и контектор, он с ней снял и швы, и все. Сейчас он на отдельном питании, немножко очухался. Единственное, что за то время, которое у меня не было, он как-то, знаете, ему видно, или печет, или что-то как-то. Потому что я смотрю, он больше любит опорожняться сейчас на чем-то мягком, что он идет на полу. Там даже футболка или там какая-то куча беля, которая приготовлена. Ну, к примеру, я говорю так визуально, потому что надо объяснять, потому что некоторый мой черный юмон не понимает. Вот, и поэтому, да, проблемы эти есть. И я вот опять говорю, приехала, классно, кстати, приземлилась. Карлос мой мне звонил, названивал, потому что люди уже все вышли с самолета, полтора часа проходит, а меня нет. Где Марина? Самолет приходит 12 с чем-то, а я там где-то вышла. Вот там, кстати, на видео заснято это время где-то. Я там гуляю где-то уже полтора часа практически. Вот, он мне звонит, а так получилось, что когда мы приехали в Киев, я вынула свою карточку. Купила себе Киевстар, карточку бросила и не помнила, куда положила. То есть я была уверена, что я свою итальянскую карточку потеряла. И, естественно, я выхожу с аэропорта, он говорит, вообще никого нет, мало ли там что-то случилось. Марина не вылетела, все остальное. И он уже гулял, он уже даже, кстати, к машине собирался, потому что он стоял, потом вернулся, потом стоял, потом вернулся. У меня получилось, что у меня, я выхожу в Пизе, нет моей сумки. Я за 65 гривен в аэропорту обмотала сумку специально, не потому что там с нее что-то вынуть, просто сам факт, что ее откроют тебе самой уже неприятен. Поэтому я ее как бы там засигурировала, замотала и все. Тут, короче, выхожу, все сумки выехали, моей нет, я жду сумку, ее нет, уже все, уже люди все разошлись. Я подхожу, говорю, мне хватает сумки. Она говорит, вот была сумка невостребованная. Я смотрю, сумка вроде как моя, но она раскрыта. Я говорю, ну как это, я вот заплатила деньги, показываю там карточку, все, говорю, у меня сумка была обмотана, на каком основании вообще ее раскрыли. И она говорит, ну открывайте сумку при нас, будем разбираться, если что-то пропало. Ну, естественно, там я ничего такого не везла, еще там стоять в аэропорту, раскрывать сумку, но тем не менее, я потеряла время. Поэтому, когда я вышла, я уже пошла по направлению, сначала думаю, так, мне тут на автобусе 2 минуты подъехать. Потом, так как у меня девочки, мне Светуля, Софика подарили вручную кладь, я положила пряники. Будет кусочек видео, потом вставлю, покажу, может быть, в конце, потому что не было времени снимать даже вот подарки девочек, уже потом постепенно все покажу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА